Путин в своей предвыборной кампании в 2024-м будет избегать темы войны против Украины. Акцент будут делать на внешней политике и критике коллективного Запада. Об этом пишет издание «Медуза», ссылаясь на источники, приближенные к администрации президента России. По их словам, Кремли уверены, что у россиян есть запрос на критику коллективного Запада. Один из собеседников издания утверждает, что как только президент выступает на эту тему, его рейтинг растет. Подробнее в материале Юлии Грановской. Тема загнивающего коллективного Запада все еще актуальна для большинства граждан Федерации. По мнению аналитиков, как только она всплывает в информационном поле, рейтинги Путина начинают расти. Чем ближе выборы, тем больше российская пропаганда плодит новостей о так называемых трудностях в западных странах. Президентская кампания имеет целью показать Путина как лидера, который сделал Россию островом спокойствия. Ссылаясь на источники, близкие к администрации президента России, пишет издание «Медуза». А вот концентрация внимания на полномасштабном вторжении в Украину, вероятнее всего, не будет, считают специалисты Института изучения войны. Президент РФ Владимир Путин не будет концентрировать внимание своей президентской кампании 2024 года на войне в Украине, а скорее сосредоточится на так называемой стабильности России и критике Запада. Из отчета Института изучения войны. Чтобы ввести войну в кампанию, нужны очень серьезные успехи на фронте. А их нет. К тому же, как пишет издание «Медуза», поддерживаемая Кремлем партия «Единая Россия», осознала, что использование темы войны в Украине накануне выбора в Государственную Думу в сентябре 2023 года было неэффективным и контрпродуктивным. Мы видим, что подавляются любые активности на эту тему. И люди, конечно, оказываются в очень тяжелом положении, потому что они до этого момента были вполне лояльны. У них нет никаких навыков сопротивления государству. Безусловно, тема фронта остается самой больной. Ожидалось, что Путин объявит о старте предвыборной кампании в день национального единства 4 ноября. Однако этого не произошло. При этом то, что Путин пойдет на очередной срок, дело решенное, пишет Ройтерс. После краха трансферта, начатого в 2020 году и который выродился в вымученное обнуление, которое не предполагалось никак из выступления Путина перед Федеральным собранием в январе 2020 года, вариантов у него не осталось вовсе. Без должности, причем высшей, за его сохранность и безопасность никто не даст и ломаной копейки. Спокойную пенсию он себе не заработал. Поэтому без вариантов, пока не прозвучала траурная музыка, он будет президентом. Анатолий Несмеян, публицист в Телеграм. Исходя из данных опроса, опубликованных РБК, в последнее время у россиян нет ощущения, что они стали лучше жить. 45% населения вообще не сводят концы с концами на свои доходы. А два года назад до войны так отвечали всего 25%. Растет благосостояние народа. И еще 36% едва сводят концы с концами. Итого 81% населения борется за жизнь, находясь на грани выживания. Прекрасные итоги правления путинской гэбни в целом и за последние два года особенно. Тут Аббас Галямов сказал, что Путину на грядущих выборах должны будут нарисовать не меньше 80%, поскольку на прежних было 77%. Не может же быть меньше? Должно расти. Алексей Козлочков, писатель в Телеграм. Напомним, что по закону Совет Федерации должен определить дату выбора в первой половине декабря. Сами выборы предположительно пройдут 17 марта. Юлия Грановская для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин